Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели! Наш сегодняшний урок будет посвящен, как обычно, недельной главе. Недельная глава Ваикра. Мы с Божьей помощью начинаем новую книгу Торы. И на этой неделе начинается новый месяц, месяц Ниссан. Это первый месяц, и у нас Песох. Через две недели будет, поэтому постараемся в нашем уроке коснуться всех этих великих вещей. И учитывая, что у нас на этой неделе будет Рашходиш, я хочу начать не с начала недельной главы, а наоборот по-еврейски с конца. И в конце недельной главы вы увидите, что есть прямая связь с Рашходишем. В конце недельной главы, которая на самом деле говорится в основном о жертвоприношениях. С Божьей помощью мы дойдем до этого, как и что приносить. Но в конце недельной главы, это пятая часть, написано, что если человек согрешит, все эти жертвоприношения, когда человек грешит по ошибке. Есть разные законы, когда человек специально по ошибке, это именно когда человек по ошибке, по глупости забыл, он коснулся трупа, он коснулся чего-то нечистого, и потом он забыл, и он был в храме. Человек, который духовно нечистый, не имеет права заходить в храм, а он забыл. Или ему напомнили, он сам вспомнил, ему надо привести греко-очистительную жертву. Мудрецы говорят, что же он забыл. Так есть два вида греха. Или он забыл, что он духовно нечистый, или он забыл, что он в храме. Так объясняется. В Геморре объясняется нашими мудрецами, что есть как бы две истории. Человек может забыть, что просто он нечистый. Он забыл, что он был на кладбище, он забыл, что он чего-то коснулся, или он забыл, что он в храме. И я слышал, что Рабель Яшев, Рабель Яшев задал очень интересный, на самом деле простой вопрос. Как человек может быть в храме и забыть, что он в храме? Мы живем две тысячи лет после храма, но то, что мы слышим, то, что мы понимаем, в храме происходили чудеса, в храме происходило жертвоприношение, там было очень много людей. Это самое святое место земли. Человек, получается, пришел в храм, чтобы приблизиться к Богу. И он забыл, что он в храме. Как человек может забыть, что он в храме? И я хочу с вами поделиться интересной историей. Это скорее анекдот, чем история. Я искренне надеюсь, что она никогда не случилась. Но рассказывают историю о евреях, который молился в синагоге. И у некоторых есть обычаи, на самом деле это в некоторых синагогах приводится, что утром перед молитвой кроме всей молитвы говорит, что я на себя принимаю заповедь, возлюби ближнего как самого себя. В Торе написано И он, как обычно, по его обычаю, он обычно у него был, перед молитвой он говорит, что я принимаю на себя заповедь, возлюби ближнего как своему себя. И другому в голову пришла такая идея, что вот я каждое утро это говорю, что возлюби ближнего, возлюби ближнего. А вот практически на самом деле. И он как бы принял решение, что с Божьей помощью после молитвы вот первый еврей или еврей какого бы он не встретил, если нужна будет кому-то помощь, он поможет. Он помолился, действительно, чтобы он был удушевлен этой идеей. И вот он помолился, и он сказал, ну Ашем помоги мне, действительно, чтобы мое желание сбылось, чтобы я, действительно, смогу кому-то помочь. И он выходит из синагоги, смотрит, он выходит из синагоги, держит свой пакет с Талисом, с Твилином, и он смотрит по стороне. Действительно, там он вдали видит какую-то там, какая-то фигура. Идет человек, и явно человек с какими-то пакунками, явно человек идет из магазина, и куда-то он идет. И он решил, вот Ашем явно мне посылает, как говорится, мою митцву. Вот можно пойти человеку помочь, принести пакунки, он их приближается, приближается. Видишь, на самом деле, это женщина. Ничего страшного, женщины тоже люди, да? Приближается, приближается, подходят. Ой, это его жена. Он говорит, Сара, это ты? Да. А куда ты идешь? Я иду домой. Ой, ты домой идешь? Так вот мой Талис, отнеси домой, я пойду завтрак куплю. Так он, сразу изменилось, почему он, его жена, он говорит, о, ну, все. Почему люди, это, конечно, шутка, никто с женой так не обращается. И, конечно, наоборот, в литературе и везде приводится, что жену надо и уважать, и любить. Но, мужчины могут понять эту историю. Почему? Потому что, к жене привыкают. Понятно, что жена помогает. Жена делает это, жена делает это. К этому привыкают. Очень часто люди, религиозные люди, готовы помочь всем, кому бы ни было, иметь свои там, и это. Люди забывают, что надо помочь у себя дома. Очень. Люди их дают с долг, люди помогают, рассказывают немножко похожую историю. Я тоже, к сожалению, по-моему, правдивая история, что был один очень щедрый человек, и он всем помогал, и материально, и так, и тогда. Пришел к нему Равин и говорит, знаешь, есть тут одна женщина, у нее там пять детей, ей нужна очень помощь. О, да, конечно, сколько ей дать денег. Ну, не там, не только материальные. Да, конечно, я все помогу. Да, но это твоя жена и твои дети, потому что они папу дома не видят. Так почему я все это рассказывал? Очень часто люди привыкают к чему-то. Люди связывают на что-то хорошее, и привыкают к всему этому хорошему. И не обращать даже на это внимания. Точно так же, как дети привыкают к своим родителям. Понятно, что родители нас должны пеленать, потом нас должны одевать, потом нас должны в школу отсылать, потом они должны платить, потом нужно купить машину и дом и так далее. Тоже не родители, правильно?! Мы к этому привыкаем. Мы привыкаем к женам, мы привыкаем к мужьям, мы привыкаем к человеку, когда приходит в храм, это может быть самое святое место на земле, самое-самое святое, он привык, он вчера пришел в храм, он позавчера пришел в храм, он сегодня пришел в храм, каким бы он святым ни был, к святости тоже привыкать, и оно теряет вот этот момент. Вот это первый момент, когда часто рассказывают люди, когда первый раз приходят к стене плачь, люди, когда первый раз приходят в какое-то святое место, они чуть ли не плачут, а потом привыкают, 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 и между прочим, между прочим, наши взаимоотношения со Всевышним тоже, к сожалению, на самом деле не те, каким они должны быть. Почему? Хойвис Луовас, классический гибридский книг, написано было, она была написана 800 лет назад, там написано, что если бы мы родились с умом, и открыли бы глаза и посмотрели вокруг, мы бы сразу поняли, что есть Бог на свете, как все, что там происходит, все вещи, что мы видим, сама жизнь, что растет, светет, зима, лето, мы бы сразу поняли, что кто-то этим руководит. Что Всевышний сделал, чтобы у нас было право выбора? Всевышний сделал так, что мы рождаемся неосмысленными, мы ничего не помогаем, и в процессе нашего роста, и в процессе, как мы умнее, мы уже к всему этому привыкли. Мы привыкли, что солнце заходит на восходе, заходит на западе, мы привыкли, что есть свет, ночь, планеты, солнце, цветы, времена, мы ко всему это привыкаем, после того, как мы к этому привыкаем, никому в голову не приходит идея, подождите, значит, кто-то же этим руководит. Авраам Абинов три годика начал задумываться, первый еврей, мы к этому привыкаем, и оно теряет момент вот этот, что, ой, спасибо Ашам, людям тяжело благодарить Бога, потому что понятно, что вот он что-то просыпается, у него все работает, слава Богу, молодой, здоровый человек, не дай Бог, не проковывай сказано, когда что-то начинает барахлить, о-о-о, Всевышний, потому что это мне, почему это, когда все работает, кто об этом не думает. И в иудаизме, интересно, есть несколько митсвот и несколько идей, которые нам помогают, я не хочу сказать слово, бороться, но разобраться с самим собой, чтобы не привыкать к чему-то хорошему, чтобы, опять-таки, чтобы у нас было все хорошо, все здорово, чтобы у нас было много чего хорошего, но мы должны наслаждаться это и понимать, что нам что-то хорошее Бог посылает. Так, в иудаизме есть несколько интересных моментов, которые нам помогают, чтобы у нас было исходшусь, исходшусь это обновление, и один из этих моментов это Рошхойдиш. Вот этот Рошхойдиш у евреев каждый месяц, мы, новый месяц, Рошхойдиш это мини-праздник, мы на прошлом уроке говорили, Рошхойдиш это мини-праздник, у нас каждый месяц маленький праздник. День до Рошхойдиша многие евреи делают из него маленький юмки-пур, у нас есть 12 месяцев, у нас есть маленькие, некоторые люди перед Рошхойдиш, точно так же, как перед Рошхойдиш, но мы должны сделать шок, перед каждым Рошхойдишем маленький юмки-пур. Кстати, на этой неделе это будет в среду, некоторые люди даже постятся, 12 раз маленький. Новый месяц вызывают ктори, мы говорим специальные молитвы, и так каждый месяц. В храме, очень интересно, в храме каждый год была новая казна, каждый год приносили, каждый еврей приносил пол шекеля монету, и каждый год, начиная с Рошхойдиш, Ниссана, с Божьей помощью, начинался новый финансовый год, в прямом смысле этого слова в храме. Все деньги, которые с прошлого года были неиспользованы, же это приношение, их откладывают в другой счет, они шли на другие потребности, с Рошхойдиш, Ниссана, новая казна, новые пол шекеля, каждый год в храме должно быть что-то новое, чтобы они привыкали к еврейской семье, закону еврейской чистоты, еврейской духовной семьи, когда женщина иногда запрещена, когда специально это все придумано, каждый месяц, тоже, чтобы в мире, в семейном мире, тоже что-то было новое, чтобы они не привыкали ко всему. То есть, иудаизм нам помогает, когда иногда что-то хорошее дают, чтобы мы умели этим наслаждаться. Ведь, на самом деле, очень интересная вещь, к сожалению, есть люди, у которых все есть, ну, слово все это, понятно, растяжимое, да, но они не могут им наслаждаться, или потому что им что-то другого не хватает, или потому что они говорят, что они должны больше получить, или у них какие-то другие проблемы, или неважно, что и когда, очень часто бывает, что у человека есть что-то хорошее, и он этим не наслаждается, он не может радоваться этим. Из-за каких-то глупых-глупых причин он не получает даже радость. С другой стороны, есть люди, слава Богу, которые радуются каждой мелочи, еще что-то хорошее, слава Богу. Баруха Шем, люди, которые все время благодарят Бога, кроме того, что там вообще хорошая идея, мы-то все постановили сто раз в день поблагодарить Бога за что-то, у нас есть сто проход. Но кроме того, что мы Бога благодарим, мы таким образом приучаем себя обращать на это внимание, что что-то у нас хорошее в жизни, что у нас что-то новое, что что-то замечательное. Таким образом, мы становимся более счастливыми, радостными людьми. Это конец недельной главы. И теперь мы плавно перейдем от Рошходиша и вот этой конца недельной главы. Давайте посмотрим, что-то на начало недельной главы. Начинается глава, и не только глава, начинается вся книга Хумаш Ваикра. Словом, Ваикра. Есть целая организация знаменитая, такая называется Ваикра. Что такое Ваикра? Ваикра – это Ибазвал. Интересно, две, два момента, на самом деле, ну, больше моментов. Два момента, которые бросаются сразу. Ваикра, слово Ибазвал, написано с маленьким Аллафом. Несмотря на то, что в Торе нету больших букв и маленьких. То есть большинство языков мира, предложение начинается с большой буквы, потом имена начинаются с большой буквы. В Торе все одинаково, шрифт. Есть несколько больших, особенно, выделяющихся, и есть несколько выделяющихся маленьких. Одна из них, вот это Ваикра, почему-то написано «маленький Аллаф». Ваикра. И что еще интересно, написано «И возвал к Моиша». Ну, не написано, кто возвал. «И возвал к Моиши и сказал Господь ему». То есть мы, конечно, можем догадаться, не надо быть большим знатоком Торы, догадаться, кто к нему возвал. Если написано «И возвал к Моиши, и сказал Господь ему». Понятно, что, наверное, возвал тоже Господь. Но интересно, что не написано, кто возвал. Написано «И возвал к Моиши». Даже непонятно, кто это был. И потом еще только написано, что ему сказал Бог. То вот эти первые три слова Ваикра, Аллафом, по идее, они кажутся чуть ли не лишними. Кто возвал, зачем возвал. Раша объясняет, очень интересный момент. Раша говорит, что как-то происходило. Из святая святых, там, где вот эти были Кырювим, Хачек Завета, шел голос, который звал Моиши. И Моиша слышал этот голос. Никто из евреев этот голос не слышал. Голос Всевышнего. И он был только Алмойша, он был только Кмойша. Никто другой этого голоса не слышал. Тогда раньше, когда вы, наверное, думаете, что просто голос был, наверное, тихий. Просто, знаете, батарейки сели. Нет, это было чудо. На самом деле, голос был очень громкий. Это голос Всевышнего. Но, не знаю, что он был громкий. Произошло чудо. Никто его не слышал. Только Моиша его слышит. Так, Моиша Файнштейн задает простой вопрос. Так зачем? Зачем там чудеса науки и техники? Специально Всевышний делает такой большой голос. Никто его не слышит. Только Моиша слышит. Чем вот это делать громким. Пусть только Моиша слышит. Моиша говорит очень интересный момент. Что мы, на самом деле, несколько мест в Талмуде находим выражение бас-коль. Бас-коль – это как бы отголосок, на самом деле. Некоторые переводят. Коль – это голос. Бас-коль – это как бы отголосок. Что есть отголоски, как бы, с небес. И есть несколько геморр. Есть, например, написано, что перед рождением, когда человек рождается, есть вот этот отголосок с небес, который говорит, на ком он женится. Бас-коль-йоиц, написано, что на сороковой день, арбоем-йо, сорок дней до рождения, выходит голос и говорит, бас-плони, вот такая-то девушка выйдет замуж за такого парня. То есть, когда парень рождается, ему уже предназначено, на ком он женится, с Божьей помощью. Там, кстати, в этой же геморре написано, что поле такое-то будет куплено им, дом такой-то будет тоже куплен им. Есть другая гемора, что выходит голос, что «Ой, тем людям, которые не учат Тору». То есть, есть несколько интересных геморр, когда вот есть эти голоса, и Рамой Шафанш не говорит, смотрите, никто этот голос не слышит. И ответ, который говорит Рамой Шафанш, это замечательный ответ. Да, может быть, наши уши физически мы не слышим, но сам факт, что этот голос есть, на нас влияет. Говорит Рамой Шафанш, что сам факт, что был голос, который разговаривал с Мой Шурабейну, он был реальный голос, евреи знали, что этот голос есть, мы просто его не слышим. И когда Мой Шафанш приходил потом и говорил, «Еврей, со мной разговаривал все-таки, он мне сказал так-то и так-то». Евреи знают, что есть вот этот великий, очень-очень громкий голос, который они просто чудесным образом не слышат. На самом деле, в наше время мы можем очень просто понять. Если у меня есть приемник, который настроен на какую-то волну, я могу этот приемник очень громко включить, и все, я очень хорошо все слышу. Если ваш приемник на эту волну не настроен, вы можете сидеть возле меня, но вы ничего не слышите. Так Мой Шурабейну, опять-таки, я не говорю, что это так и было, но просто, чтобы нам понять, легче было. Мой Шурабейну, святой Мой Шурабейну, его приемник был настроен на волну Всевышнего, и это был очень громкий, красивый голос. Все остальные не слышали, но мы знали, что есть такой Мой Шурабейну, и есть Всевышний, который с ним разговаривает. То же самое парень, когда он рождается, когда он ищет, он встречается, он знает, что был голос, и он на него влияет. У нас есть наше внутреннее чувство, когда мы что-то чувствуем. У нас есть это чувство, что этот голос где-то есть, и мы его чувствуем, и он на нас влияет. Другое, кстати, интересно, сегодня эти комментарии Мойши, это был комментарий Робмойши Файнштейна, Робмойши Штанбух, Робмойши Штанбух, который, кстати, тоже имя Мойши, он добавляет интересный момент, что этот голос, он есть, и он на нас влияет. Иногда мы, да, его можем услышать. Как мы его услышать можем? Иногда человек, если так можно сказать, бухта-барахта, неожиданно ему прилив каких-то духовных сил. Неожиданно человек задумывается. В наше время, вы извините, конечно, не принято слишком задумываться. Я не говорю, что мы не думаем, конечно, думаем, но мы всегда заняты. Мы смотрим, мы видим, мы разговариваем, мы на работе, мы с семьей. Задуматься о чем-то, обдумать что-то, что происходит, как, что. Редко это происходит. Ну, благодаря, все-таки, у нас есть суббота, слава богу, у нас есть съемки пур, у нас есть моменты, когда надо задуматься. Но в целом это тяжело. Кстати, очень многие рекомендуют перед тем, как мы начинаем молитву, если мы молимся три раза в день, хотя бы на пару секунд перед шмана и сразу задуматься, что сейчас происходит. Я иду молиться к Богу, с Богом разговаривать. Так, иногда у нас ни с того, ни с сего вдруг какая-то идея хорошая, как бы, богоугодная идея, если так можно приходить в голову. Что-то хорошее сделать, что-то кому-то помочь. Изменить свой стиль жизни. в лучшую сторону. Откуда эти идеи берутся? Ведь, к сожалению, у нас в нашем мозгу иногда бывает идеи, которые непонятно откуда берутся. Так, Раб Моиша Штайнбург говорит, он у нас в главных великих раввинах Израиля на сегодняшний день, что это вот этот голос, вот этот голос, который шел когда-то и который только слышал Моиша Рабейну. Моиша Рабейна просто прямо слышал. Его приемник ловил эту волну. Наши приемники физически мы не можем ловить эту волну. Да, наши приемники мы не слышим, чтобы действительно прямо-таки услышать этот голос. Но наши чувства в дубине души, наша душа очень часто иногда да, ловит эти волны. Иногда, когда человеку вдруг ни с того ни с сего является какая-то к нему приходит мысль, иногда надо себе дать отчет, кто эту мысль посылает, кто вам дает, кто вам послал эту войну, волну, чью, 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 это самое, ради станции выслушать. Так вот, наш день могла вот этот ваикра, иногда, между прочим, этот маленький аллаф, ваикра, мой шрабен, он был очень скромный, поэтому он написал там маленький аллаф, ваикра без аллаф это как бы чисто случайно. Ваикра, кэри, это случай случайно, то есть, ни с того ни сего, мой шрабен тогда скажет, что ну, ничего страшного, на самом деле, ваикра, он его специально позвал, нет чисто случайно. Ну, то есть, можно прочитать это слово и чисто случайно, мы наткнулись на Всевышний, если так можно сказать, или вас позвали. Так в реальной жизни так и происходит. Мы чисто случайно, в кавычках, иногда натыкаемся, если так можно, на Всевышнего. Вдруг не сонет себе все, никто, кто бы мог подумать. Человек сидит, думает о своем, и вдруг, ну, какая-то хорошая идея, богоугодная пришла. Человек сидит, как у нас говорят, сидит в телефоне, и вдруг он наткнулся на какой-то хороший урок, на что-то хорошее. Человек, книгу, это может случиться каждый день, это может случиться и несколько раз в день, чисто случайно воикра, это нас Всевышний зовет. И надо просто услышать его и ни в коем случае не откидать, это в глупости, это прям-таки наслушался всякого. Человек должен прислушаться к этому внутреннему голосу, и иногда этот голос нам помогает, иногда, я не говорю, что все мысли, которые приходят человеку в голову, это прям-таки от Всевышнего, и прям-таки это сразу надо делать. Мы не пророки, надо снать к себе место, насколько я знаю, в наше время пророков у нас нету, то есть Всевышний с нами не разговаривает, но вот этот внутренний голос с нами договорит, и мы обязаны должны к нему прислушаться и его слушать. Что же Всевышний сказал Мойше? И вызвал к Мойше, и сказал Господь ему, из шатра сбороча, поговори с нами Израиля и скажи им, когда, и там написано, что же начинается законное жертвоприношение. Говорите с нами Израиля, скажите им, и потом написано Адам, Адам Киакриф, человек, если человек принесет жертву Господу. Это слово, кстати, выделяется в некоторых переводах, оно немножко упущено, потому что там написано, да, кто-то из вас, слово Адам пропущено, но в оригинале написано Адам. Адам это очень простое слово на святом языке, это человек, на самом деле человек это Адам, Адам Ирешон, это первый человек. В комментарии обращают внимание, что как-то интересное слово Адам, почему именно Адам, почему в ней строил евреи, человек, почему-то именно подчеркивается человек. Да, все знают, что в храме приносили жертвоприношение не только евреям, можно было приносить жертвоприношение, все люди могли приносить жертвоприношение, однако, грехоискупительные, грехоочистительные жертвоприношения, это было только у евреев, большинство из грехов, кстати, за которых они приносились, это только еврейские грехи. то есть у евреев есть 613 заповедей, некоторые из них более строгие, более суровые, иногда, чтобы стереть эти грехи, специально Всевышний им же и дал возможность их стереть, то есть тот же Всевышний, который дал нам эти запреты, он дал нам систему, как если хас, не дай бог, кто-то оступился, он может это исправить. И вот идут жертвоприношения, начинается, кстати, недельная глава с необязательными жертвоприношения, жертвоприношения, которые человек, если хочет, может принести, и потом приводится грехоочистительный. Так можно сказать, да, начинается Адам, потому что первый список жертвоприношений не только евреи приносят, но некоторые приводят другое объяснение, что точно так же, как Адам, Адам, то есть первый человек, когда он принес жертву, он принес то, что принадлежало ему. Почему? Потому что на земле никого другого не было. Если бы, понимаете, Адам мог бы принести, значит, кто был на земле. Так Адам, само собой, разумеется, принес то, что он не украл. Адам не у кого было воровать. Да, были его дети, конечно, но это же одна семья, да? Это точно так же, как Адам. Он не мог украсть, даже если бы он хотел. Так евреи, когда приносят жертву, надо быть уверенным, что она куплена за ваши неукраденные деньги, искренне от вас. И комментарии тоже объясняют, что почему-то не могу сказать, что нельзя воровать. Так это уже написано. В Торе уже написано, что нельзя воровать. В Пророке написано, что Ашем не хочет жертвы, которые куплены за украденные деньги, и Всевышний этого не хочет. Почему же Тора как бы учит это из Адама? Кроме этого, в иудаизме есть правило, что мы не можем учить какие-то законы, из ситуации, в которой не было другого выбора. То есть у Адама просто не было другого выбора, он не мог украсть. У людей в нашем поколении, у них есть выбор. Они теоретически, если бы они очень хотели, они могут украсть и принести. Теоретически. Так мы не можем учить законы, которые просто безвыходное положение было. У Адама просто не мог украсть, если бы хотел. И ответ, который, скорее всего, ответит на все эти вопросы, надо разобраться, что такое жертвоприношение. Слово жертвоприношение, жертва и приношение. Немножко неприятный оттенок несет. Слово жертва и жертвоприношение. В оригинале, как оно называется, карбан. В святом языке, жертвоприношение, это карбан. Карбан, на самом деле, никакого слова жертвоприношения нет. Карбан, это слово лакриф. Приблизить, вознести, приблизить или приблизиться. Это, у нас есть возможность сблизиться со Всевышним. Принести карбан. И тут, кстати, подчеркивается, вы принесете жертву Господу от себя, мекем, человек от себя. Так главное жертвоприношение, это не дать что-то Всевышнему. Понимаете, если вы кому-то хотите подарить подарок, иногда, не всегда, но очень часто, подарок, потому что человеку что-то надо. Мы ему подарили подарок, вам кто-то... Вы узнаете, что вашего там соседа, вы хотите... Он хотел что-то... Вспоминается, вы, наверное, слышали, была такая шутка, что кто-то принес домой два телевизора. Так сосед спрашивает, слушай, зачем тебе два телевизора? За что ты говоришь? Тёща сказала, что за цветной телевизор полжизни отдаст. Так человеку, наему, что-то надо. И вы ему даете подарок. Вы хотите ему дать подарок, чтобы ему что-то не хватает, и вы ему даете. У Всевышнего у него всё есть. Вы, грубо говоря, перекладываете из одного кармана в другой. В отрывке из Танаха написано, что мне принадлежит серебро и золото. То есть дать Всевышнему это практически невозможно. Поэтому главная идея, главная цель Корбана это не дать Всевышнему, а дать от себя. Самое важное это, что вы от себя берёте. Что человек то, что у него от себя отрывает. И поэтому у Адама, поэтому мы учим мы учим у Адама, да, невозможно. Вы, кстати, украсть тоже, что украсть. Всё принадлежит Всевышнему. На самом деле, когда вы украли Всевышнему, что написано? Приводится в Тануде и других местах, что если недавно кто-то ворует, и он потом не возвращает, так Всевышний, там написано, что как бы Всевышний, вы утруждаете Всевышний. Человек, который вор, и кто-то куда-то забирает. Кроме всего своего греха, он как бы утруждает Всевышнему, что теперь Всевышнему надо вернуть потерянное, и Всевышний уже займётся этим. Так, что же главное в жертвоприношении? Это дать от себя. Вся то, что у него у вас есть, и от себя именно дать то, что мы, когда строили Мешкан, мы несколько недель уже строили Мешкан, идея была, что мы дива слэйв от всего сердца. Там несколько, всё время подчёркивается сердце, сердце, сердце. Главное, это не деньги. Когда мы строим какая-то компания, надо что-то построить. Надо построить какое-то здание. Когда организация собирает деньги, так не давайте им свои сердца. Знаете, там какая-то компания, хорошая организация собирает деньги, какая-то школа, еврейская школа, да, еврейская школа где-то собирает деньги. Вы им позвоните и скажите, ой, я вам дам всё своё сердце. Им ваше сердце не надо, им такие нужны деньги. Но когда у нас компания со Всевышним, и мы Всевышним что-то даём, Всевышним, и главное, это сердце, это желание, как это даётся. Очень интересно, просто совпадение. со своим знакомым говорил в пятницу. Он мне говорит, интересная история. Просто он со мной хотел поделиться. Он говорит, что у него, у меня уже не знаю, довольно-таки какое-то время, он решил, что он после полудня в пятницу не работает. Он работает, он строит обычно, он строит в домах разные, там полки, шкафы, это его, как бы парноса. И он принял решение, после полудня, в пятницу он не работает. Это очень хорошая идея, это не обязательно, так? Нет такого запрета, серьезного запрета, но на самом деле не принято. Не принято действительно есть такая идея, что заниматься работой, которая может у вас занять долгое время, и вы нечаянно прямо до субботы будете, и кто его знает, когда вы закончите. То есть это очень хорошая идея, я не могу говорить, что все так обязаны делать, у некоторых нет возможности. есть люди, которые работают на какую-то компанию, на себя, у них нет возможности. Он, как бы, на самом себе работает, и он решил после полудня не работать. И он рассказывал, вот, утром позвонил, один из его поставщиков, и он говорит, я могу, давай это самое сделаем, сегодня вот это днем, он говорит, ну, после, после полудня, кстати, в наше время, у нас часы перевели уже, то есть полудня, на самом деле, в час. Но все, я после часа, у меня, мой бизнес is closed. Он говорит, так, то после ЧГС, слушай, или мы сейчас это делаем, или это займет, как минимум, две недели. Нет, так нет. То есть, ему было тяжело, но, и он пришел, как бы, со мной поделиться, такая вот, то есть, мы управляем, правильно ли он, может, неправильно, потому что это глупость, действительно. и я вспомнил, я читал, кстати, я читал в детской книжке, которая приводит историю, случившееся более 50 лет назад, чем 500 лет назад. в Европе, если я не ошибаюсь, это было в Польше, жил еврей, который продавал материал, он продавал ткани, материал, это была его работа, у него был магазин, и интересно, у него тоже вот было правило, его магазин закрывался в полдень, и в один прекрасный день, к нему пришел какой-то знатный человек, это было в пятницу, и он там пришел, довольно-таки близко к полудню, и он сказал тому, богачу, слушай, я тебе сразу говорю, у тебя там полчаса, я полчаса закрываюсь, он говорит, я много чего хочу покупать, он ходил, 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 предупредил, предупредил, и извини, я закрываю магазин, ты готов платить, он говорит, так, или ты мне дашь еще время, или я ничего не покупаю, а там был большой-большой заказ, и он сказал, нет, я так, так магазин закрывается, и тот ушел, ничего не купил, и у этого еврея родился через год сын, его назвали, кстати, тоже Мойша, у нас сегодня, урок посвящен Мойше, его, кстати, тоже назвали Мойше, и этот Мойше, написал, он написал несколько книг, но одну из книг, которые он написал, называется Скатер, причем, многие не знают, что она так называется, большинство из нас знают, что есть такая книга, называется Шулхана Рух, Шулхана Рух, это книга еврейских законов, который написал, Рабьё Севкара, Рабьё Севкара, ему было три годика, когда евреи были изнаны из Испании, можете знать, когда он жил, и Рабьё Севкара написал этот огромный труд, назывался Шулхана Рух, из четырех частей, там основные все законы еврейской жизни. В это же время, Рабьё Севкара, он был изнан из Испании, потом он оказался в итоге в Израиле, в это же время в Польше жил Рабьё Севкара из Исрелис, и он параллельно тоже собирался написать похожую книгу, когда он узнал, что вышла книга Шулхана Рух, он изменил свои планы, он понял, что теперь его книга не нужна, и он написал как бы скатерть на стол, Шулхана Рух, книга Шулхана Рух переводится дословно как накрытый стол, Шулхана Рух. Так он написал, Мапа, и этот человек мы его больше знаем как Рама, Рамо, Рама, ашкенасские евреи, если Шулхана Рух был написан более сифарски настроенный, и сифарские евреи придерживаются более законов Шулхана Руха, ашкенасские евреи, то есть евреи Восточной Европы, и другие, что же называются, немецкие евреи, обычно они следуют мнению Рамо, Рамо это Рейш Мэм Алев, Рэб Моэши Истрелит, это вот этот Моэши, который родился у этого ткача, и подчеркивает, подчеркивает, что интересная, интересная история, что Осу книгу назвал именно скатерть, память о своем оце, который, опять-таки, сказать, что сто процентов, вот Всевышний за это заплатил, вот ему как бы вернул, это не обязательно, никто не знает, но вот такое интересное совпадение, и еще одну историю, кстати, приводится тоже в Шуха Норахе, Мишнабрура приводит, что была очень похожая история, тоже человек, правда, человек шел перед молитвой, а перед молитвой есть тоже запреты, перед молитвой нельзя заниматься своими делами, если вы утром проснулись, надо первым делом пойти помолиться, бывают, конечно, исключения, бывают разные законы, но в целом, еврей утром первым делом должен помолиться, а потом уже заниматься своим бизнесом, своими делами, и шел какой-то раввин, и тоже ему встретился какой-то покупатель, но он шел на молитву, и он ему сказал, нет, я перед молитвой ничего делать не буду, и все, конец истории, и является, что Мишнабрура Хабадсхайм приводит историю и у вас кого и приводит что и отрав背ном очень доволен что вот он правильно поступил все конец истории то есть чему ли все эти истории рассказывают что иногда когда мы правильно поступим когда мы тебя принесем же это приношение Ethi aha.ли то есть люди от себя отрывают все все люди любят деньги более не менее за мари все люди понимают что это важно и когда люди жертвуют, особенно, когда это не то, что обязательно. Понятно, что если человек, например, соблюдающий субботу, в саму субботу не работает, это тоже тяжело, но человек понимает, что он суббота, суббота. А тут именно человек от себя отрывает. Человек именно заканчивает работу раньше, чем он обязан. И иногда Всевышний, да, ему дает за это заслугу, за это награду. Иногда нет. Награда будет. Иногда мы не знаем, когда она будет, может, скоро, может, потом. Но это наше маленькое жертвоприношение, которое мы, хотя у нас храма нету, мы можем в наше время тоже. Это делать с ума, потому что иногда люди начинают раздавать жертвоприношения Всевышнему, это не делают, это от себя потом они страдают. То есть надо знать, что вы на этом уровне. Иногда люди просто еще не достигли этого уровня. И даже если они достигли, может, этого уровня, может, их семья не достигла этого уровня. Человек перед Пейсом, и все. В этом году на Пейса мы ничего покупать не будем. Мы будем делать все сами. Рассказываю интересную историю. Один хасид пришел к своему Рэбе. Говорит, Рэбе, я такой религиозный, у меня дома, мы ничего в магазине не покупаем, мы все сами делаем. Мы сами выжимаем соки, мы сами делаем. Все, все, все. Скажи мне, говорит Рэбе, а что насчет вина? Вино, вы что сами вино делаете? Но, но. Что вам сказать? Вино, мы таки покупаем. Так вот Рэбе ему сказал, смотри, вино, это то, что на самом деле мужик должен делать. Так вино, это мужское дело, но ты вино покупаешь. А кто делает все остальные? Кто там выжимает соки, кто там делает эти самые латки с картошкой? Это же твоя жена, да, да, да. За счет жены ты молодец, ты большой царь. Так когда мы хотим это приношение, приносить, надо иметь в виду, чтобы наши дети не были нашими карбонус, да? Чтобы мы были на этом уровне. Но это очень важно. И как всевышнему ему, ему не нужны наши бараны и козлы, козы, козы. Наше сердце, когда человек искренне хочет, он да получил этот голос внутренний, он не получил этот внутренний голос. Человек действительно от себя что-то именно отрывает и что-то дает всевышнему. Интересно, что там написано вот это маленькое, в недельной главе начинается маленькая буква Аллаф. Слово Аллаф, кстати, это само слово Аллаф. Буква называется Аллаф. Аллаф это учиться. Это интересная игра слов. Так этот Аллаф нас учит, что даже маленькие действия. Мы думаем, что куда-то, может, знаете, там великие, великие раввины, там рассказывают такие истории, вот такой раввин, такой раввин, 20 или 20 часов в день учился. Вот такая история. А я тут простой, простой советский инженер, да? Так это неправильно подход. Человек должен понимать, что мой маленький, мое маленькое жертвоприношение. Моя жертва и мое приношение, когда я его беру от себя. Иногда бывает, что человек хочет что-то сказать. Он промолчал. Самый простой, самый простой пример, который не стоит денег, кстати. Иногда это стоит денег, да, бывает. А тут бесплатно. Бесплатно иметь свое. Иногда человек хочет что-то сказать. И он понимает, мягко говоря, что лучше бы он этого не говорит. Или он хочет кого-то обидеть, или он хочет кого-то обозвать, или он хочет с кем-то поделиться какой-то последней сплетню. Или человек хочет разговаривать в синагоге. Разные бывают истории. И человек просто промолчал. Никто об этом даже не знал, понимаете? Опять, есть люди, кто-то нечего сказать им, это легко. Но вы знаете, мы же все знаем, что нам есть что сказать иногда. Особенно, когда нам кто-то говорит, а нам хочется ответить. Причем по делу. И вы промолчали. Так это вот это маленькое, это ваш маленький аллос. И не ждите сразу, что вам Всевышний, прямо там откроются окна, и вам начнут давать с небес. Это было ваше приношение. Вы это Всевышнему дали. Кстати, я упомянул, разговаривать в синагоге. До этого, в начале нашего урока, мы упомянули насчет храма. Что иногда человек приходит в храм, он забывает, что это храм. Иногда они то же самое с синагогой. Иногда мы настолько просто привыкли к синагоге, да, синагоге, синагоге, люди разговаривают. И очень часто бывает, что, к сожалению, люди, которые, религиозные люди, которые всю жизнь живут с этой синагогой и с религией, они иногда к синагоге относятся немножко так холодно. Они забывают. Там был один человек, который был нерелигиозный, потом он потихоньку приблизился, таким уровнем сказал, о, я видел, ты сегодня разговаривал в синагоге. Ну, ты уже как бы влился, влился в среду. Ты уже молодец, поздравляю. То есть это плохо. Понимаете, это плохо, что человек привыкает ко всему святому. В синагогу ходить надо. Мне говорят, что надо ходить разговаривать в синагогу. Надо просто, если человек да в синагоге, и человек молится, и человеку, кто-то задает вопрос, кто-то ему хочет что-то сказать, он решит ему телефон звонить, и человек промолчал. Это наш шкорбан. Поэтому надо напомнить, что вы, то, что мы сказали, не надо привыкать. Мы желаем, чтобы у нас было много чего хорошего, мы желаем, чтобы у нас было много радости, но надо не забывать благодарить Всевышнего за эту радость. Если ваша жена, вам всего хорошее дело, очередной уже, какой вам уже там ужин сделал, я все равно надо ее поблагодарить. Спасибо. Не привыкать к этому. В иудаизме есть много вещей, когда у нас обновление, вот этот наш расходничный сан, с Божьей помощью, чтобы действительно у нас было обновление. В храме были в силе раз в год новые жертвоприношения за новый счет. Воикра Мой Шарабейна услышал этот голос, и даже если наши уши, может быть, и не слышат этот голос, наш внутренний голос иногда это слышит, и иногда этот голос нас подталкивает и открывает наши глаза, и мы должны его прислушиваться. И надо помнить, что чувствовать самоконтроль от себя, точно так же, как Адама решен, мы все вышли, мы ничего не можем дать, чтобы, знаете, ему подарок какой-то дать. Для человека вот эти маленькие, маленькие, от себя мы что-то хорошее сделали, еще и еще, и с Божьей помощью, чтобы мы действительно удостоились в месяц Ниссан, Мазал, этого месяца, это Тле, это именно тот Тле, который, этот козленок, которого мы принесли в Египте в жертву, дай Бог, чтобы мы удостоились в настоящем храме, действительно принести этих жертвоприношений, жертвоприношения, с Божьей помощью, через два дня в Пейсах. Спасибо за внимание и до скорого свидания. Субтитры создавал DimaTorzok